Привет-привет-привет! Продолжаем, продолжаем изучать СПРИНГ. И, как я и говорил, ЖПА. Сегодня тема ЖПА. ЖПА, ЖПА, ЖПА. Что такое ЖПА? ЖПА. ЖПА. ЖАВА. ЖПА. Ну, давай. ЖПА. ЖАВА ПЕРСИСТЕНС. ЖАВА ПЕРСИСТЕНС. Спецификация API, ключевое слово «спецификация», то есть, ЖПА не содержит, не содержит реализации. То есть, есть команда... Есть совет, который выпускает спецификацию. Каким образом нужно, нужно, нужно строить... Взаимосвязи между таблицами и объектами. Наиболее популярной реализацией данного интерфейса является хибернейд. И он с большим отрывом. Например, если вы работаете с веб-сервисом Wildlight, то там хибернейд. Если вы работаете со спрингом, то там внутри хибернейд. То есть, вы порой даже не подозреваете, а вы уже работаете с хибернейдом. Ладно, теперь... То есть, мы разобрались... То есть... ЖПА, значит, у нас предоставляет, как должно быть, а кто-то... Это как должно быть, конкретно реализует. Хибернейд это, значит, один из самых таких крупных проектов, Который реализует данную спецификацию. На одном из первых видео, собственно, мы уже создавали простые... Очень простую модель. Сегодня посмотрим некоторые другие возможности. Для этого предлагаю... Предлагаю... Так, давайте создадим какую-нибудь папку. Папку... Например... Пусть будет auto. 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 Окей, пусть будет auto. И в нем... И в нем... Мы будем описывать... И в ней мы будем описывать нашу новую модель. Так, это я закрою. И... Поехали. Допустим, сперва, 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 сперва у нас есть... Сама машина. Сама машина. Чтобы... Чтобы... Чтобы сказать, что это у нас будет класс отображаться в таблице, нам нужно его пометить в специальной аннотации entity. Сделали. Чтобы избавиться от всяких ненужных полей, можно приписать getter, setter или data. Data это объединяет... Объединяет уже getter, setter и многие другие вещи. По сути дела, если вы знакомы со скалой, то аннотацией data был бы case class. Case class. Так... Ой... Ну и... Я люблю так делать. В принципе, можно еще указать table и тут прописать имя. Но по дефолту нас устроят... Ммм... Что... Имена таблиц будут совпадать с именами классов. С маленькими буквами. Так... Теперь... Следующим шагом... Самым важным у нас... Одним из самых важных... Это является... Ммм... Тот факт, что... Каждому... Каждому... Сущности... Нужно присвоить некоторый ID. Для этого... Мы используем следующую аннотацию... ID... И... Preweight... Пусть... Я по дефолту и вам тоже советую всегда делать long. Забудьте о тенджерах и других. И других. Теперь... Что тут еще важно упомянуть? А... ID... Может... Эмм... Для формирования ID можно использовать разные стратегии. Generate value. Strategy. Вот они. Identity. Auto. Sequence. И table. Auto. Значит... Auto... Это... 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 Это у нас... Согласно настройкам базы данных. Скажем так. Sequence. 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 Это у нас будет... Эмм... Создано... 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 Специальная таблица... Эмм... Таблица вроде как. И в ней, если я не ошибаюсь... Эмм... Будет... Будет... Будет поле sequence... Которое... Которое... Будет счетчик автоматически... Все время... Увеличивается. То есть, соединиться он начинает и... Там есть механизм какой-то скрытый... Который позволяет увеличивать этот счетчик. И table... Table... Это... Сходный sequence... В общем, там будет использована... Создана специальная таблица... И с помощью которых... С помощью которой там будет вроде как поле. Но если вы хотите... Вот попробуйте... Увидите. В общем случае... Достаточно identity или auto. И помимо вот этих основных четырех... В принципе... В принципе... Если по каким-то безумным идеям... Вы хотите создать свой ключ... То можно создать свой ключ. Для этого обращайтесь... Обращайтесь... К хибернейту, например. Значит, я использую identity. Теперь... Допустим... У машины... У нас будет... Owner... Он... Собственник какой-то, да? Он... Значит, у нас будет какой-то owner... 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 Давайте создать... Эй... Непорядок... Так... Чуть позже мы его заполним. Вот у нас будет какое-то... У машины будет только один владелец. И поэтому мы можем... Мы можем... Указать сразу связь... One to one... Нет... One... Two... Ой... Many... One... То есть множество машин... Могут быть... У... Owner... Owner... Множество машин... Могут быть... У... Owner... Теперь... Останавливаемся и... поговорим вообще о типах отношений, которые могут быть. Это значит, что у нас, естественно, возможно one to one, one to many. Это мы пропишем у собственника относительно машин. И также many to one и также возможно отношения many to many. Если мы отношения укажем только с одной стороны, то отношения у нас будут односторонними, то есть только с одной стороны. То есть, грубо говоря, вот если мы вот здесь указали many to one, а вот здесь мы не укажем никаких аннотаций, даже если у нас будет поле с машинами. Привет. Привет. Лист. То есть вот у нас вроде как есть лист, но, но. Если мы здесь ничего не укажем, то у нас никаких аннотаций, типа one to many, то у нас будет связь односторонняя. Но в нашем случае нам нужна двухсторонняя связь, поэтому оставим эту аннотацию. Следующий шаг. Эти взаимоотношения, к слову, важны с точки зрения, когда мы будем перемещаться по ссылкам. Когда мы будем перемещаться по ссылкам. Если у нас двухсторонняя связь, то это будет своего рода графка, некий граф отношений, в котором мы можем путешествовать в обе стороны. Так, теперь сразу пропишем, допустим, CarType. И это у нас будет поле, поле, это у нас будет Enumerate. 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 То есть помимо обычных полей и полей классов мы можем создать, создать поле типа Enumerate. Для этого даже используется специальная аннотация. Enumerate. Что здесь важно? Давайте пропишем сразу какие-нибудь возможные варианты. Enumerate. Допустим, SportCar, Track, End, End. Давайте еще какой-нибудь пропишем. Какие есть у нас? Enumerate. Как это обычно эта машина? Ладно, хватит этих двух. Вылетело опять из головы. Есть что важно. Как вы знаете, мы можем, вот у этого SportCar и у траков возможны индексы. Можно обращаться по индексам. И, к сожалению, дефолтная, вот смотрите, здесь подсказка на Мадея. Почему-то орденом, орденом, орденом. То есть 0, 1 и так далее. То есть в базе данных у нас будут не вот эти значения, спорткар и трохранитель, а будут цифры 0, 1. Но если мы по какой-то, по какой-то причине случайно добавим вот сюда новое значение, например, седан. Вот мы добавили новое значение и, ну вот, решили мы вот таким вот образом добавить, вклинить его. Тогда в базе данных, если мы использовали вот этот орден, то есть по цифрам, у нас будут содержаться ошибочные значения, потому что порядок изменился. То есть вот этим, у нас, вот эти поменяем, вот у этого значение изменилось. То есть не 2, ой, не 1, а 2. Поэтому лучше всего по дефолту, вот это дефолтное значение изменять и использовать тип, как стринг, чтобы у нас базу данных всегда, всегда заносились сами вот эти вот значения. То есть чтобы мы видели struct, и дан, и так далее. Так. Что тут еще можно нам сказать? теперь, 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 теперь давайте пойдем в вобнера и сделаем аналогичные действия. Значит, это у нас снова entity, снова getter setter. Нам нужен снова id. Мы используем всегда long. прописываем. прописываем generate value использую identity, лично я по дефолту всегда identity использую. Если я не ошибаюсь, в mysql, если вы используете auto, то там будет создана лишняя таблица, к примеру. А если вы используете identity, то будет просто счетчик а а а а а инкрементится и всё, увеличится. Так. Что нам здесь нужно еще прописать? Pre laid name например. также также поскольку мы работаем в объекта ориентированном языке мы бы могли например прописать private адрес вот таким вот образом и так нам нужно создать создается давайте создадим класс то есть к нашему собственку нашему лонеру нашего она будет какой-то адрес вместо того чтобы здесь писать вот здесь вот конкретно писать поле стринг например сити стрит кантри и так далее мы это можем все заменить одним полем адрес мы же в объектно-ориентированном языке соответственно мы берем и переносим все эти поля сюда но поскольку этот класс он не самостоятельен у нас нам его отдельно сохранять и отображать таблицу нет необходимости этот класс принадлежит этому классу соответственно мы можем здесь прописать аннотацию эмбэдабл это значит что этот класс вставляется вот в этот еще раз повторю этот класс не самостоятельно здесь не нужно не писать никаких айди в итоге у нас создастся одна большая таблица в котором будут присутствовать вот данные поля в принципе можно было бы написать здесь аннотация эмбэдад но она излишне поскольку мы уже используем эмбэдабл хибернейт умеет это дело все распознать и соответственно и спринг тоже это может распознать так теперь давайте поговорим немного подробнее об отношениях many to many об отношениях различных типов в данном случае мы рассмотрим one to many то есть у онера может быть множество к он у нас собственник и нам здесь нужно заполнить 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 вот это вот значение mapet by mapet by mapet by mapet by а теперь идем и смотрим в кар в кар вот берем копируем вот таким образом мы прописываем связь со стороны онера владельца кому продлежат это это множество машин так давайте теперь посмотрим посмотрим как это может быть выглядеть выглядеть все это в базе данных реально для этого чтобы увидеть как все это реально выглядит нам нужно открыть application property и прописать в нем следующий флаг установить true по дефолту он false а нам нужно true зачем это чтобы увидеть консоль сейчас запустим и вы поймете о чем я говорю значит вот по этому адресу то есть localhost где ваш порт на котором запускается ваше приложение прописываем следующий адрес аж два консоля то есть у нас появляется возможность воспользоваться данной консолью здесь даже русский язык есть коннектимся и смотрим как у нас все это дело описалось описалось то что мы все прописали то есть вот наши заметьте всего два класса два класса car и owner car и owner то есть никакого адреса нет никакого типа нет давайте зайдем в car и мы видим следующее 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 то есть у любой машины у любой машины у нас есть внешний ключ кар а вот он внешний ключ то есть вот эта вещь отображается как внешний ключ и и car type который у нас будет в виде стринга и long банк ид то есть наш ид теперь давайте посмотрим как выглядит owner owner и как мы ожидали и у нас присутствие следующее то есть вот этот наш класс адрес и все его поля просто добавились в таблицу он 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 означает отобразим на другой стороне что мы могли видеть когда просматривали к так теперь что дальше иногда 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 давайте создадим какое-нибудь сложное 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 отношение many to many например допустим у нас у кара у кара что может быть у кара у нет у не Давайте вот такую нелепицу. Допустим, 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 наш owner входит в private list gym. В какой-нибудь джим. Допустим, он фанат у нас в бодибилдинге и прочей ереси. Причем настолько большой фанат, что он ходит сразу в несколько джимов, что в принципе реально. Поэтому нам нужна связь many-to-many. С другой стороны, у нас есть джим, который у нас это самостоятельная сущность. Хотя ладно, дата. И здесь private long. private long id generate value strategy generate identity. И у джима, допустим, будет название private string name. И давайте опишем еще что-нибудь. Например, private... А, мы же описываем связь many-to-many решили. Значит, many-to-many. Но у любого зала может быть большое количество посетителей. Значит, нам нужно private list... Так, теперь дальше. Вот если мы сейчас, прямо сейчас стартанем... Давайте стартанем наше приложение и посмотрим, как эта взаимосвязь у нас отобразится в таблице. То есть, смотрите, у нас отобразилось вот-вот наш джим, вот наш онор. Но у нас отобразилось две таблицы, две таблицы, которые раскрывают взаимосвязь. Вот эта взаимосвязь many-to-many, вот эта взаимосвязь, у нас две таблицы. Чтобы это пофиксить и более натурально отобразить базу данных, данную взаимосвязь, нам нужно, допустим, у нас вот эта сторона будет хозяйкой, и тогда... Тогда... Джимс тут надо... лучше напишем Джимс. То есть, с одной стороны, нам нужно описать, кому принадлежит. Вот, с другой стороны, здесь мы создадим JoinTable. JoinTable, который отобразит вот эти две таблицы в одну таблицу. Допустим, название у неё будет... Джим... Джимонер. И у этой таблицы нам нужно отобразить... Столбцы. Столбцы. Допустим, здесь JimID. И с другой стороны, нам нужно отобразить... Другую... Сторону данного взаимоотношения. Здесь мы также используем... Аннотацию JoinColumn. И теперь давайте... Рестартнём... Рестартнём... Данное. И посмотрим, как это всё отобразилось в базе данных. Как мы видим, у нас появилась одна... Одна таблица. Которая отображает связь между Honor и Jim. То есть, эта страница просто хранит ID. Вот таким образом мы... Это, кстати, классический приём, когда мы используем третью таблицу для создания взаимосвязи между двумя другими таблицами. Этот же приём можно использовать также и... Когда мы описываем связь one-to-many. То есть, мы также могли создать отдельную таблицу, если пожелаем. Так... Что... Что бы ещё рассказать-то такого? Давайте поговорим о свойствах, которые от нас скрыты. А именно... Давайте зайдём в какую-нибудь аннотацию и посмотрим, что внутри. Что внутри. Что внутри. Здесь можем в очередной раз увидеть MuppetBuy. Это когда у нас двухсторонняя связь. То есть, если не двухсторонняя, а односторонняя, то в принципе MuppetBuy можно не указывать. Теперь дальше. На чём бы я хотел бы сейчас остановиться? Я хотел бы остановиться на Fetch и Cascade. На Fetch и Cascade. По дефолту? По дефолту. Мы видим, что у аннотации one-to-many Fetch type lazy. Что это значит? Всякий раз, когда вы выгружаете какую-то сущность, в которой есть некоторое поле, которое отображает отношения one-to-many. То есть... Вот у нас... Вот мы, допустим, выгрузили собственника, и у него есть поле cars. Но вот эта аннотация с дефолтным значением lazy говорит о том, что данный лист загружен не будет. Он загрузится лишь тогда, когда мы непосредственно к нему обратимся. Вообще, кстати, hibernate, он не предоставляет нам прямые, прямые, скажем так, прямые классы. Он предоставляет нам некоторые прокси-объекты, с которыми мы работаем. Это так, маленькое сцепление, маленькое понимание. Вот. Это поведение мы можем изменить на игр. Зачем это сделано? Представьте, что у вас есть некоторый объект, и у него есть... Вы его выгрузили, но у него есть поле связи one-to-many. Но это many, то есть, у него какой-то список очень огромный. А этот список же, по идее, может задержать еще какие-то поля. То есть, определенно, лавина может получиться. Поэтому, когда у нас отношение чего-то к many, у нас загрузка, fetch, lazy, то есть, загрузка по требованию, можно сказать. А когда у нас обратная... Обратная... То есть, many-to-one... Здесь игр. То есть, сразу загружается. Но оно и понятно, здесь только одно поле загрузится. Ничего страшного не произойдет. Здесь еще прошу обратить внимание, что здесь нет поля Muppet. Здесь нет поля Muppet. Потому что его нужно, его нужно отображать на другой стороне. То есть, вот с этой стороны нужно отображать. Следующей особенностью, о которой стоит поговорить, это cascade. Что значит cascade? Что значит cascade? Cascade. Cascade тип. Каскадный тип. Лучше здесь показать. Два следующих типов. All. All. Detach. Mesh. Persist. Refresh. Remove. Что это значит? Когда вы выполняете соответствующую команду Detach. Mesh. Persist. Refresh. Все сущности, которые имеют отношение к данному, к данному, с данным Owner, будут иметь ощущение от тех последствий, что вы сделали с Owner. Что я имею ввиду? Например, у нас функция классическая remove. То есть, допустим, если мы удалим и вот это поставим вот так вот. Что это значит? Когда мы удалим Owner, вот этот весь лист, все данные о машинах, они автоматически из базы данных тоже каскадно удалятся. То есть, какой тип устанавливать, это зависит от вашего приложения. Иногда нужно, иногда не нужно. По дефолту ничего не происходит. По дефолту ничего не происходит. Default и To Not Operation Being Cascade. То есть, по дефолту ничего не происходит. Когда вы указываете, вот тогда, тогда и, собственно, вся магия и будет, вся магия и произойдет. Так. Что можно еще сказать? Здесь, конечно, можно сказать о... Допустим, вот такого... Не понял. Если у вас объекты жирные, вы их можете помечать соответствующими специальными аннотациями типа Loba. Допустим, когда у вас стринга просто очень жирные. То есть, тут вам нужно смотреть будет конкретно, конкретно и помечать. Так. Так, так, так. Ну, пожалуй, 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 на сегодня все. То есть, какие типы... Ну, ладно. Можно, в принципе, еще кое-что добавить. Это немного поговорить о наследовании. Раз уж у нас тут классы и тему наследования, по идее, надо все равно упомянуть. Вот мой... По мне, наследование прямого лучше избегать. То есть, сделать классы максимально плоскими, насколько это возможно. С чистыми таблицами обращаться проще, чем со сложными взаимоотношениями. Пускай у таблиц будут сложные взаимосвязи, чем у вас будет какая-нибудь иерархия объектов, и это нужно будет отобразить все это как-то в таблице. Идеальных вариантов, к сожалению, там нет, потому что таблицы это не объекты. Вы всегда будете работать с каким-то компромиссом. Идеального решения не существует. То есть, вам нужно будет рассматривать и отталкиваться от конкретного решения. Иногда, например, вы отобразите все классы в одну таблицу, и просто у вас будет какой-нибудь... У вас вот все классы в одну таблицу, и одно из полей, например, будет там таблица ответственна за тип, к примеру. Но, поскольку классы-то, они же могут отличаться, и у них, соответственно, поля могут быть разные. Тогда вот если вы будете использовать одну общую таблицу, то у вас некоторые поля будут нулями. То есть, получается, если у вас одна большая таблица, да, и вы должны подумать, как много у вас нулей. Если нулей мало, то есть смысл в одну таблицу все свести. А если нулей получается безумно много, то, скорее всего, вам придется разбить на несколько таблиц и связывать их через внешние ключи. Так что, да, повторюсь, лучше делать свои классы, которые относятся конкретно, конкретно к вашей модели максимально плоскими. Жизнь проще будет. Так. Но. Есть, кстати, такой паттерн, называется Data Transfer Object. Это когда у вас, скажем так, есть объект Owner Encoder. Как это еще можно вот эту проблему с наследованием решить? Допустим, у вас вот есть сущность, которая отображается в таблице. Вот она, Owner in Database. И вы создаете еще одну сущность, с которой вы реально в коде работаете. Она может быть гораздо сложнее, там могут быть другие взаимоотношения. Там вы можете использовать по полной программе свой интерфейс. То есть, не интерфейс, а использовать наследование, то есть, разные штуки делать, которые вы любите в ОООП. То есть, вы просто выкачиваете данные, а потом преобразуете эти данные в Owner Coder и работаете с ним. То есть, вот этот вот вы используете только для того, чтобы отобразить данные. А с этими данными в коде, с этим типом вы конкретно, с этим классом вы конкретно работаете. Ну, вроде как это антипаттер считается. То есть, Data Transfer Object. То есть, кому интересно, читайте. Раз уж мы об этом заговорились, мне-то вспомнилось еще одно, одно вещь. Допустим, у вас есть поле, которое вы не желаете отображать, отображать в базе данных. Используется следующая аннотация. Transient. То есть, о чем эта аннотация Transient говорит нам? О том, что вот здесь читайте документацию, она вам всегда поможет. Что данное поле не сохраняется. То есть, мы его используем где-то у себя в коде, но мы его никак не отображаем, не отображаем в коде. Иногда бывает очень удобно. Очень удобно. Так. Можно еще... Можно еще, 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 еще... Рассказать... А, если... Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Поговорим о преднагрузке. Если помните, на одном из первых видео я осуществлял прилод. Использовал Data SQL. Точно, что так же можно отобразить, отобразить схему, 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 схему в вашей базе данных. То есть, вы можете создать файл схема SQL, схема SQL и там описать вашу таблицу. Но в данном случае нам это не нужно, поскольку мы пользуемся встраиваемой базой данных. И Spring Bull знает, как все это дело отобразить. Отобразить все это. Все это отобразить. Можем было бы еще вот о чем сказать. Так. Так. О, ладно. Ладно, ладно, не буду об этом сегодня. Пожалуй, на сегодня хватит. И так, 50 минут. Основную тему, в принципе, я рассказал. Основные возможности показал. То есть, если возникнут какие-то проблемы, придется читать документацию. Основные идеи понятны, должны быть. Могут возникнуть проблемы с циклическими зависимостями. Например, объект А имеет ссылку на Б. Объект Б имеет ссылку на А. В таком случае создавайте внешнюю таблицу. Вот как мы делали вот здесь, many to many, с внешними ключами. И не парьтесь. И не парьтесь. Да. Да, да, да. Пожалуй, пожалуй, на сегодня все. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok